Добрый вечер, с вами Паша, то бишь Стрелок, и сегодня мы пробежим по уроку про амперсанды и что такое амперсанды. И сегодня я вообще не буду рассказывать, что такое амперсанды, я вам покажу, как им пользоваться. Хорошо? Вот. У нас есть структура, человек, у которого есть возраст, вес, рост, имя и работа, да, и вид работы. Вот. И мы создали функции Мэйни нового человека. Ее зовут Даша, у нее там, ей 20 лет и так далее. Мы ввели тут какие-то параметры, она студент, учится там, не знаю, в факультете программирования, скажем. Вот. И мы хотим, я просто хочу вам показать одну вещь. Я здесь делал небольшую функцию, называется isAdult. Что это значит? Это значит определить, если человек взрослый или нет. Да? Теперь, что мы делаем, чтобы определить, если человек взрослый? Мы просто проверяем его возраст, ph. Если ph больше 18, то мы возвращаем правду, что человек взрослый. Если меньше 18, то мы возвращаем неправду. Вот у нас такая очень-очень простая функция. И теперь я хочу написать, скажем, dasha.name, пробел is, то бишь является, if, скажем, isAdult. Если она не взрослая, то мы сюда добавим еще, если мы сюда добавим нод, слово не, да? Иначе мы просто добавим в конце anAdult, то есть взрослый. Да? Все. Пробел в конце. Вот такая у нас очень простая программа. Здесь это у нас функции. Мы должны передать dasha. Опс. Здесь. Dasha. Так, мы передаем dasha функцию isAdult. Функция isAdult проверяет, взрослая ли dasha, смотря на поле возраст, и возвращает нам правду или неправду. Если правда, тогда мы не выписываем слово не взрослая. Если она является взрослой, тогда мы, то есть если она не является, тогда мы выписываем это слово нет, не взрослая. Ну и как это работает? Мы знаем, что dasha сейчас 20 лет. Давайте скомпилируем и выполним. И у нас выйдет dasha взрослая из anAdult. Если мы ей поставим 15 лет, то у нас выйдет... Опять же, мы компилируем и мы выполняем. Она не взрослая. Вот здесь есть слово not. Так, ну, сама программа не такая интересная. А то, что я хотел показать, это вообще не сама программа, а передавание по референсу. Чем вот эта амперсанда отличается... Передавание, если я здесь поставлю амперсанду, то это тоже, по идее, легальная форма. И я даже могу вам показать, что она работает и компилируется. Вот она скомпилировалась, и она то же самое делает. Чем же отличается, если я передал человека так, person p, и поставил там амперсанду. И вот это у нас будет цель сегодняшнего мини-урока. Давайте же посмотрим, что у нас происходит здесь, когда я снова скомпилирую, да. И я открою в gdb программу pointers. gdb это... Так, сейчас. До того, как я это сделаю, надо сделать... Скомпилировать его с флагом минус g. Минус g у нас оставит информацию дебаггера. И теперь я могу вызвать gdb и дать свою программу pointers. Так. Теперь. Вот у нас... Мы сидим прямо вот здесь, вот 19-я строчка, это начало нашей программы. Видите, начало мейна. И мы сидим как раз до начала мейна. То есть у нас еще программа не началась. Мы нажимаем, пишем старт. И у нас breakpoint, то есть мы остановились прямо на начале мейна. То есть на первом... На первой инструкции. Вот мы здесь сейчас. Сейчас мы с помощью команды next перейдем на следующую инструкцию. То есть мы выполнили инструкцию person dasha равняется там... Создали человека dasha. Если я напишу print dasha, то он мне выпечатает... Вот dasha это у нас объект, да, в памяти. И там много всякого... Всякой муры. Это наш объект. И у нас видно, что здесь есть переменная age, то есть возраст равняется 15-й, 15-й и так далее. Значит, на какой мы сейчас инструкции? Мы сейчас на 23-й. Значит, у нас следующее будет вывести имя. Выводим имя. Ну, это буферизуется пока, поэтому именно экран не выводится, а выводится в буфер. Теперь мы проверяем, если adult queue, то есть если dasha у нас взрослая. Давайте вместо того, чтобы нажать next, мы напишем step. Step это шагнуть в функцию. Мы шагнули в функцию, и мы видим, что у нас передается... Ну, впрочем, вот мы шагнули в функцию и задал q. И вот у нас переменная p, которая передалась в эту функцию. Значит, чтобы передать переменную в эту функцию, что делает компьютер? Компьютер вообще берет в памяти, опускает stack frame, то есть указатель в памяти, он опускает, чтобы освободить место для переменной в этой функции. И ему, чтобы передать какой-то кусок памяти в функцию, надо эту память скопировать, когда мы передаем просто без амперсанды, да? То есть мы берем как кусок, который у нас занимает... Человек у нас там, я не знаю, какое-то количество байт занимает в памяти. И вот это количество байт берем и должны передать, скопировать функции, чтобы функции были те же самые байты. И если я сейчас напишу printp, у нас выйдет опять же тот же самый объект. Если я напишу printsizeofp, то есть размер p, у нас выйдет 32 байта. То есть мы в эту функцию передали 32 байта. Так? Теперь представьте себе. Ну, я могу показать... Вот мы сейчас в функции, да, вот первая, вот она, из-за далтку. И там мы выполним функцию, но это не важно, это не сам смысл. Смысл того, что мы в функцию передали 32 байта информации, передая person, то есть человека. Эти 32 байта, ну, это не так критично. Но представьте себе, если человек у нас занимал не 32 байта, а 1000 байт. 2000 байт. Ну, неважно. Можно... Представьте себе, что это у нас был какой-то стринг, который там занимал 5 килобайт. И я, передая... Передавая человека, передаю 5 килобайт. Допустим, я теперь эту функцию, это не я и задал Q, а какая-нибудь другая функция, которая там складывает две вещи, ну, неважно. Я ее вызываю 5000 раз. То есть это у меня... Программа будет врачить 5 килобайт туда-сюда 5000 раз. И это, во-первых, использует очень много времени просто, чтобы скопировать 5 килобайт туда-сюда 5000 раз. Вот. И мороки для компайера. Не для компилятора, а для процессора. То есть вы загружаете его непонятно чем. Он у вас из одного места таскает, как бы, куски памяти в другой. Довольно бесполезное занятие. Значит, теперь я могу просто пройти по степ. Вот. Опять же, дальше степ. Мы обратно вернулись в мейн на 25 инструкции. То есть мы здесь выводим нод. Ну и все дальше уже по правилам. То есть он вернулся на первую строчку, чтобы проверить, опять же, объект Даши и потом его удалить из памяти. И мы закончили программу. Теперь давайте я вам покажу одну быстренькую вещь. Быстро. Давайте мы здесь поставим амперсанду. И чем изменится наша программа? Опять же, давайте скомпилируем и запустим наш дебаггер. И дадим нашу программу. Теперь вот у нас опа pointer так exit я о pointers хорошо теперь вот мы начинаем вот у нас функция main мы начинаем программу старт мы идем дальше изодалт мы шагаем в функцию изодалт вот у нас функция изодалт так и теперь если мы посмотрим мы можем напечатать pi и pi по идее у нас ровно то же самое что и в прошлый раз но не совсем видите здесь вот это амперсанда стоит так это амперсанда значит что в переменной pi содержится переменная pi это не новый объект который мы скопировали а это как бы указатель на тот же самый объект который у нас находится в предыдущей функции и вот он находится вот в этом отсеке памяти и вот это тот же самый объект то есть это тот же самый объект который мы создали функции main это не новый объект мы не скопировали память и если мы посмотрим на амп сайзов пи то мы не можем посмотреть на сайзов пи почему потому что пи это у нас уже не новый объект у пи нету пи это не указатель но пи это как бы другое имя для того объекта который находится в мейне помните как в прошлый раз мы могли посмотреть на размер пи потому что мы передали новый объект теперь мы не можем и фактически этот указатель занимает ну этот амперсанда занимает примерно размер место размером с один указатель а то есть 8 байт то есть неважно какого размера у вас класс который вы передаете функцию у вас передается все всегда где то 8 байт место в памяти где находится этот класс то есть если вы не трогаете класс самое правильное это передавать указатель если мы сделаем например сайзов пи . это возраст то что ж такое сайзов пи принт сайзов пи вот я же так видите у вас у нас 8 байт это указатель потому что пи это у нас не объект а теперь как бы указатель он указывает на предыдущий объект если мы напишем принт пи эйдж то у нас уже он вернется в объект достанет оттуда переменную эйдж то есть возраст им напишет размер возраста в байтах то есть 4 вот и чем чем это лучше если у нас класс не 32 байка там тысячу байт то мы передаем всего 8 8 это адрес в памяти и потом по этому адресу в памяти мы можем найти любую информацию по этому классу то есть это гарантирует то что наша программа будет бегать быстрее мы не будем просто она не будет тормозить из-за того что мы просто туда сюда таскаем память особенно с большими классами и там если у класса есть функции то нам там еще надо передать какую-то ссылку на функции в в это самое функцию которую вы вызываете и так далее ну полная морока вот а еще лучше по идее здесь сделать делать такую вещь если вы не будете ну вы не будете здесь изменять пи то есть я могу здесь например сказать пи точка эйдж равняется десяти и это изменит пи эйдж здесь возраст человека пи и это изменит дашин возраст здесь потому что это тот же самый объект это просто указатель на объект мы не создаем новый объект а у нас объект тот же самый поэтому когда мы меняем что то здесь он меняется тут тоже это объект отдельно лежит в памяти и когда мы меняем в одном месте он меняется у нас только один объект Так что, где бы мы его ни меняли, он, по идее, меняется везде Поэтому, чтобы этого избежать, можно здесь сделать константный референс от человека Что это значит? Это значит, что мы передаем амперсанду, то бишь, место в памяти, где лежит P И еще мы гарантируем, что мы не будем изменять то, что лежит в памяти там, где находится этот человек P То есть, вот это самое правильное, как писать, когда мы передаем классы или когда мы передаем большие объекты Мы передаем либо константный референс, то бишь, амперсанда P Либо неконстантный, если мы хотим его изменить Указатели тоже полезны, я вам потом покажу почему Но сейчас главное, чтобы вы поняли, почему люди передают амперсанду P И почему не передают сами объекты просто туда-сюда Ладно, я заговорился, я думал, что это вообще короткое видео будет Но извините, так уж получилось Говорить люблю Ладно, до следующего раза Надеюсь, что-нибудь здесь было интересного И что, конечно, трудно понять, когда вы не сталкивались с такими вещами Вы не сталкивались с какими-то размерами памяти Ну вот я недавно писал программу, где у меня был массив элементов Каждый элемент 120 байт 120 байт, ну это не так много, но этих элементов у меня могли быть миллионы То есть у меня и были миллионы Я эти элементы писал в файл И чтобы передать функцию, которая у меня писала в файл Я написал специальную функцию с буферизацией и так далее Чтобы передать этот элемент в функцию Если бы я его передавал все 120 байт То это у меня лишний тормоз на программу бы был Что у меня передавался бы весь объект А так я передаю просто адрес в памяти, где лежит этот элемент Он доступается к этому адресу в памяти И уже оттуда прямо пишет файл Как вариант возможного применения Вот Все Ладно, убегаю Надеюсь, что вам это помогло И до следующего раза Счастливо Спасибо Спасибо Спасибо